Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение Лену Ланге, ее пластические операции и зимовку, то есть Лена собирается в отпуск. Как всегда уточняю, что видео несет развлекательный характер и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Перед тем, как перейти к Лене, скажу пару слов буквально про Майкла. На его канале Конрад Пиковский до сих пор нет ни одного видео, но каким-то чудом появился канал Близнец, еще один Конрад Пиковский и там 3 видео и что-то около 40 подписчиков. Первые 2 видео это те самые ролики, компромат, который слили на Лену Ланге и третий ролик, собственно, то видео, которое было последним на канале Майкла про Теслу до того, как он удалил все ролики. Что это такое, кто это такое, непонятно. Возможно, кто-то просто скопировал видео, сохранил, а потом залил от имени Майкла. Возможно, Майкл потерял, не знаю, как это могло произойти, но предположение, потерял доступ к своему первому каналу. Возможно, это его запасной канал, все что угодно может быть, но канал полный. Близнец с тем же названием и различается только цвет буквы на аватарке. Переходим к Лене. Лена к нам пожаловала, у нее да, все по программе. Ролики теперь каждый день, не пропускает, по крайней мере, пока. Так вот, пожаловала Лена с новым видео, шок-контентом. Все, как Лена любит, все, как менеджер подсказал, ну либо сами они придумали. Видео под бодреньким таким названием. Все решилось, иду в центр пластической хирургии на пластическую операцию, зависть и осуждение. Ну и, конечно же, это у нас новая фишка Лениного канала. Раньше она везде писала, что она бизнес-вумен, на каждом видео, на каждой заставке к видео это было. Теперь она везде пишет про мать-одиночку. Не упустила Лена шанс и в этот раз, чуть-чуть смягчила этот оборот, и теперь она не мать-одиночка, теперь она мамочка-одиночка. Но суть от этого не меняется, это она тоже вынесла в заголовок. Первые кадры, сцена первая. Мы узнаем, что Лена очень устала, она убирала квартиру. Но убирала квартиру Лена не просто так, а под музыку. Собственно, процесс уборки Лена нам демонстрировала до этого в Инстаграм. Там она бодро скакала в таком черном платье, которое разлеталось при каждом прыжке со шваброй. Скакала, танцевала. Шваброй она особо не водила, я два раза насчитала. У самой Лены были активные движения, швабра в процессе этого танца оставалась, по сути, без движения. Поэтому, собственно, результат имеем такой, как имеем. Только Лена удивилась, почему пол не отмылся, почему он с разводами. Лене нужно было пересмотреть свои ролики, посчитать, сколько раз она провела шваброй. Было бы странно, если бы после такого мытья пол бы еще и отмылся каким-то чудесным образом. Собственно, на четвертой минуте ролика Ленинова нам становится понятно, что заголовок, который гласил «решилась на пластическую операцию», не имеет никакого отношения к реальной жизни. Да, это очередная замануха. Лена просто-напросто сходила на УЗИ и заплатила за это УЗИ 950 рублей. И каким же образом она притянула к УЗИ историю про пластическую операцию в заголовке? Оказывается, УЗИ она делала в центре пластической хирургии. Вот и вся загадка. А еще Лена решила рассуждать на тему осуждения пластических операций вообще в мире, в целом, в общем. «Философские мысли. Все, как мы любим». И я так думаю, этот ролик, это видео вдохновлено недавним роликом Кристины Мотиватор. Помните, она у нас буквально два дня назад рассуждала на тему увеличения груди. И вчера в сторис я видела, что они рекламировали друг друга. То есть Лена рекламировала у себя Кристину, постила ее сторис, а Кристина, соответственно, Лену. То есть два блогера решили организовать взаимный пиар. Ну и Лена, соответственно, посмотрела ролик Кристины про грудь, думает, почему бы мне тоже не сделать такое видео. Хотя сама она не собиралась идти и делать пластическую операцию, по крайней мере, в данный конкретный момент. Почему говорю в данный конкретный момент, скажу чуть позже. Так вот, и нам просто, знаете, такая замануха в заголовке. Иду, я решилась, все, шок, контент, интрига. И вот Лена нам рассказывает, собственно, что на пластические операции все женщины хотят, но кто-то не решается, вот боится. Кому-то запрещают, то у кого-то денег нет, к примеру, да. И вот в заголовке нам же написали, что все завидуют. Наверное, вот те, кто не делает, они вот завидуют тем, кто делает. Ну как-то так. В любом случае, в процессе видео выясняется, что Лена все же была на операции в этом самом центре еще в те времена, когда жила со своим первым мужем. Еще мы узнали душащипательную историю про соседа-хирурга. Лена рассказывает, что лежит она, уже готовит ее к операции, уже начинают возить наркозы. Вдруг хирург склоняется над ней в маске, то есть видны только глаза. И говорит, узнала меня, я же твой сосед Денис с восьмого этажа. Ну и, собственно, Лена пребывала в шоке. Кстати, какую именно операцию Лена делала, она нам не уточняет. То есть я понимаю, это все-таки секрет. Но есть такая маленькая наводочка. Лена делала УЗИ, про это она сказала сама. Причем УЗИ в центре пластической хирургии. Что называется, догадайтесь с трех раз, какое место просвечивала Лена. То есть я еще думала, сомневалась, что же это было грудь, либо ринопластика. Но я так склоняюсь все-таки к версии, что это была грудь. Не знаю, не могу ничего утверждать. Пишите, что думаете. Я ставлю на грудь, что это все-таки была грудь. Да, самая операция, про которую нам не рассказывают. Так вот, возвращаемся к соседу-хирургу. Я так понимаю, из Лениного рассказа, она хотела от всех скрыть свою операцию. Это из серии, знаете, почему у вас грудь с нулевого стала четвертого размера. Да я просто ночью активно ела капусту. Ну, как-то вот так, само отросло внезапно. И хотела Лену от всех скрыть, но вот сосед попался. И после этого она говорит, ну, узнали, так узнали. И да, после того случая Лена стала спокойно ко всему относиться. В плане, ну да, она косячила где-то. Все узнали. Ну, что ж поделаешь, ничего страшного. Это краткая выжимка Лениных слов. То есть не было там слова «я подумаю, над чем-то сделаю вывод». Это сейчас не про пластические операции, а вот про ситуации с мужиками, к примеру. Нет, все узнали, все обсудили, ничего страшного, как-то так. Ну и в конце ролика нам показали дорогу. Лена куда-то едет, играет музыка, все хорошо. И вот, когда я увидела эту финальную сцену, Лена на своем автомобиле едет по Екатеринбургу, у меня возник один маленький такой, совсем малепасенький вопрос. К чему нам написали первой фразой в названии «Мамочка-одиночка»? Нам не показали детей вообще. То есть нам показали свободную женщину в полном расцвете сил, которая ходила весь день по центру пластической хирургии, делала УЗИ, и снимала нам видео, даже какую-то крупу себе отворила. Нет, детей не было. То есть «Мать-одиночка» зачем приписали в название? Непонятно. Понятно, конечно, да, чтобы у зрителей окончательно зафиксировалось, что «Не-не-не, вы не подумайте, я не бизнес-леди, я мать-одиночка». Но как-то хотя бы мельком тогда уж детей нужно было показать. А еще в Инстаграм у Лены вышел пост, где она переживает, рассказывает о своих переживаниях, наверное, так, что отпуск их в Таиланде накрылась таким большим медным звонким тазом, потому что Таиланд закрыл границы. Или не открыл их еще. В общем, в любом случае границы с Таиландом закрыты. Что же делать, как же быть? Лена приводит список стран, куда она бы могла полететь на зимовку. То есть те страны, которые пока не закрыли свои границы. И я так понимаю, Лена склонялась, по крайней мере, к Египту, потому что лететь недолго и не так уж и дорого. Но пока сомневается, лететь не лететь. Сама же говорит о том, что в Таиланде все знакомо, в Таиланде классно, но вот закрыт. В комментариях добрые зрители посоветовали Лене присмотреться к Танзании и Занзибабу. Почему? Потому что вроде как должны летать туда. Какие-то чартеры, да не просто чартеры, а прямо из Екатеринбурга. То есть не нужно, к примеру, лететь в Москву, чтобы отправиться в свой отпуск. И да, Лене понравился действительно этот вариант. Она написала, что это неплохой вариант. И она обязательно проверит информацию. Так что, девочки, да. Предупреждаю заранее, попкорн обязателен. Скоро будем смотреть видео Лены из Танзании. Я думаю, будет это весьма занимательно. Ждем с нетерпением. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok